Официальные СМИ называют их зачинщиками беспорядков и представляют миру как вредителей, спонсируемых Госдепом. Но люди, которые самостоятельно, без чьей-либо команды вышли на площадь, ничего подобного не устраивали. Народ отреагировал на то, что партия регионов, возглавляемая Януковичем, фактически нарушила Конституцию. Янукович отказался проводить в Киеве выборы городского совета и киевского городского главы. На обращения в суд и акции протеста власти не реагировали, и киевлянам пришлось самостоятельно вернуть в свою собственность киевскую городскую администрацию. Евромайдан вообще стал показателем организованности и сплоченности украинского народа. Замерзнуть или умереть с голоду здесь не дадут никому. Горячий чай, полевая кухня, теплая одежда – эту акцию никто не спонсирует. Неравнодушные люди сами приносят продукты для тех, кто решился на протест. Я вижу, что здесь правильно все. Такой организации, самоорганизации, мобилизации людей, помощи, дружбы, вот такого, как здесь, нету нигде. Вот нету нигде. Вот в Украине даже нету нигде. Я в Европу съездил. Наш треки. Люди не готовы так помогать друг другу. Вы постойте с нами полчаса. Вам за полчаса предложат 10 раз борщ, гречку, кофе, чай, просто сигареты. Люди несут и несут. За порядком здесь следит охранная смена, состоящая из добровольцев. Использованные пакеты, фантики, окурки – все это наказуемо. И хотя журналисты наперебой рассказывают о том, как грязно стало на площади, за чистоту здесь отвечают головой. Да и людей в неадекватном состоянии или потенциальных подстрекателей на Майдане оказаться не может. Не пропустит охрана. Мы просыпаемся, заступаем смену. У нас разнорядки есть. Мы заступаем смену, в охрану 4 часа стоим, потом меняемся. Ну, поочередно. И все, мы смотрим просто-напросто за порядком, чтобы люди в неадекватном состоянии не проходили в киевскую администрацию, не заходили на Майдан. Вот он стоит, он старший здесь, говорит, что нельзя подниматься на баррикады, потому что здесь опасно. Есть режим, здесь все выполняют несколько слов, здесь нету. Посмотрите, это вторая линия, вторая линия фронта. Посмотрите, что здесь стоит. Говорят, что мы здесь засрали весь Киев. Мы собираем стакан и мы собираем контейнера. Здесь мусор они. Вы найдите бычок здесь где-то, кто бросает бычки. Протестующие много времени проводят на морозе, мерзнут, заболевают, но с площади не уходят. Они обращаются за помощью в медпункт. Профессиональный врач бесплатно оказывает помощь всем обратившимся. Необходимые медикаменты всегда есть в наличии. Лекарства, хочу сказать, люди приносят, причем в таком количестве. Если ты говоришь, что нужно что-то, то у тебя через полчаса, это просто в неверничном количестве. Вот это все принесли люди. Более того, люди приходят, даешь ему лекарства, а человек говорит, я могу сам пойти в аптеку купить, дайте лучше тому, кому больше не нужно. Люди без конца приходят на Майдан, приносят все необходимое. Кто-то лекарства, кто-то еду, чай, одежду. Даже если человек не может сам стоять на площади, он пытается оказать любую посильную помощь. Полтора года маленький ребенок дома. Я не могу здесь стоять, к сожалению. У меня есть мои личные вещи теплые. У меня три куртки зимних. Зачем они мне? У меня есть вот одна. У меня еще две были. Я принесла их сюда, потому что я знаю, что им холодно, потому что дикий мороз просто. Это испытание. Власть наша, испытание номер один, а второй номер это вот этот вот мороз. Народ Украины доказал всему миру, что люди могут самостоятельно сплотиться в борьбе за свои права и свободы. Майдан стал примером самоорганизации гражданского общества, выступившего против авторитарного режима. А при такой дисциплине и взаимовыручке, которые наблюдаются сейчас на площади, народ имеет все шансы на победу.